10 фит higher The wall just got 10 фит higher 10 фит higher I said, the wall just got 10 фит higher 10 фит higher The wall just got 10 фит higher 10 фит higher I said, the wall just got 10 фит higher Ну вот, друзья, он ко мне и пришел Xiaomi Mi Max Очень большой телефон от компании Xiaomi Стоит он недорого Заказывал я его за 163 доллара Переводите в рубли сами на сегодняшний курс Но у меня версия самая дешевая На 2 гигабайта оперативки и 16 гигабайт встроенной памяти Есть еще версия на 3 гига оперативки и 32 встроенной Есть на 3 гига и 64 гига И есть самая дорогая на 4 гига оперативки и 128 встроенной Вот, взял я самый дешевенький вариант Потому что денег у меня не так много И вот так вот телефон упакован тщательно Чтобы ни в коем случае он не помялся Не сломался во время транспортировки Нашей почтой И на самом деле я не знаю, почему этот телефон Настолько обделен вниманием Я смотрел на него обзоры Очень мало человек Ну, таких вот, которые занимаются китайской техникой Очень мало человек сделали на этот телефон обзор Хотя, по-моему, этот телефон очень интересный И вот такая коробка нас встречает Необычная для Xiaomi Большая, здесь никакой телефон не нарисован Просто написано «Макс» и какие-то иероглифы Ну и давайте ее открывать Смотреть, что у нас там А там у нас огромный телефон Просто как планшет Да, блин, конечно Интересно будет с таким походить О, какой он холодный У него вот эта часть металлическая И она прям такая холодная-прихолодная На улице уже холодно Вот, заказал я телефон в таком вот золотистом цвете То есть перед у него белый А задняя сторона золотая Почему заказал? Потому что она просто дешевле Можно было заказать полностью телефон белый То есть и передняя сторона белая И задняя белая Но он уже был дороже Убираю все лишние наклейки Блин, только сейчас подстрик ногти Очень тяжело отклеить ее Так, ну вот и все Освободил я телефон от этих уродских наклеек Все, мне ничего не мешает им пользоваться И давайте я его запущу Надеюсь, батарея заряжена Не придется его сейчас еще заряжать Посмотрим, что у нас в коробке В коробке все должно быть стандартно Да, здесь зарядное устройство на 2 ампера Оно не поддерживает быструю зарядку То есть телефон этот будет заряжаться достаточно долго Потому что здесь большой аккумулятор Почти на 5000 мА Что-то там 4850, по-моему Вот такой вот кабель Micro-USB Стандартный, как у Xiaomi Во всех телефонах такой же идет Ну и скрепочка Сама скрепочка Тоже стандартная Здесь, к сожалению, используется микролоток Не микролоток, а гибридный лоток Который предлагает вам поставить Либо две сим-карты Либо одну сим-карту И одну флеш-карту Вот так вот он выглядит Видите, да? Здесь вам дается выбор И все, собственно Комплектация небогатая Здесь у нас установлена еще MIUI 7 Кстати, вот сейчас Видите, есть русский язык Значит, у меня стоит уже Прошивка международная Это продавец ее сам поставил То есть он покупает телефон Китайский Ну, естественно, в Китае, да? У него стоит китайская прошивка Он сам перепрошивает его на международную И уже отправляет Чтобы мне было меньше геморроя с этим телефоном Сейчас я его быстренько настрою И вернусь Так, ну вот и все В общем, я настроил эту MIUI Попал в главный экран Смотрите, нет никакой китайской Китайского барахла Значит, эта прошивка реально международная MIUI Global Стабильная 7.5.3 Естественно, сейчас ее буду обновлять Свободные 16 гигов около 10 И давайте посмотрим, что по оперативке И оперативки свободно Меньше гигабайта 900 Если очистить Да, около гигабайта В общем, свободно оперативки Если у вас Никакие приложения не запущены Теперь я хочу обновиться до MIUI 8 Смотрим Он у меня нашел MIUI 7.5.4.1 Сейчас он ее, наверное, скачает А потом еще раз я посмотрю обновление И потом уже он должен найти MIUI 8 А вот, кстати, сравнение габаритов Пока у меня телефон обновляется С моим телефоном основным Redmi Note 3 Pro Смотрите, насколько он больше Если вот так поставить И сзади Но при этом начинка у него полностью идентичная То есть и здесь 650 драконы И здесь 650 2 гига Оперативки 2 гига Камеры у них абсолютно одинаковые Единственное отличие Это, конечно, размер экрана И здесь еще более новая версия Андроида установлена Здесь Android 6.0 В то время как на Note 3 Pro Здесь до сих пор Android 5.1 Ну вот и все Наконец-то он обновился до MIUI 8 Как я и предполагал Сначала он обновился до последней версии MIUI 7 И потом он нашел новую версию MIUI 8.0.2 Вот Значит, что еще хочу сказать Камера 16 мегапикселей Тоже буду ее сравнивать Сравню его с Redmi Note 3 Pro Попользуюсь сейчас этим телефоном Как основным То есть вставлю сейчас сюда свою симку Скачаю все нужные мне приложения Вот что в первую очередь меня бесит В этом телефоне Это вот эти большие рамки Видите, они большие, черные Очень хорошо они заметны Конечно, если бы телефон сам был черного цвета Хотя бы лицевая панель была бы черная Тогда бы эти рамки сливались бы с черным корпусом И их было бы не так заметно Но вот с белым корпусом Они, конечно, очень и очень так Сильно раздражают Вот Ну, собственно, вот такой телефон Самое главное, что он обновился Работает Еще хотел сказать по олеофобному покрытию Вы видите сейчас у меня уже сколько здесь отпечатков пальцев Олеофобка здесь не очень хорошая Вот у меня был Redmi Note 4 Новый телефон от Xiaomi на Helio X20 Вот там как раз был экран с хорошей олеофобкой Мне он понравился Вообще не оставалось вот таких вот отпечатков Здесь же почему-то олеофобка не очень хорошего качества Ну и давайте еще проверим, как звучит динамик Динамик здесь расположен снизу Вот он Сейчас попробую включить стандартную мелодию Звук и вибрация Входим в рингтон Так, окей Сейчас он прогрузит Ну давайте вот эту мелодию Ну конечно не сказать, что он супер какой-то громкий Или супер качественный Я думаю, что довольно средний бюджетный динамик В обзоре я тоже про него подробнее расскажу Ну и камера Камера здесь такая же, как в Redmi Note 3 Pro Единственное, меня интересует в видео В видеорежиме возможно записывать видео в 4К или нет? Да, возможно Здесь даже не придется скачивать какую-то дополнительную программку Как это было в Redmi Note 3 Pro Здесь уже сразу в стандартной камере Можно выставить настройки видео в 4К режиме Итак, вот сейчас я одел джинсы свои Пытаюсь засунуть телефон в карман Обычный карман стандартный на джинсах Вот, видите Немного он не входит Если садится, то он упирается сюда вот Вот в эту кость То есть это не совсем удобно Хотя, в принципе, он вошел Идти можно Но вы видите, как он выделяется Как будто я сюда кирпич реально какой-то засунул Конечно, приседать не очень удобно с таким телефоном Ну вот, пожалуй, и все Такое небольшое видео получилось Распаковка этого телефона Ждите полный обзор Сейчас я его буду активно тестировать Спрашивайте свои вопросы в комментариях Ссылки на телефон я оставлю в описании Я оставлю несколько ссылок Там будут разные версии телефона От самой дешевой, как в данном случае у меня До самой дорогой Которая с 4 гигами оператива И 128 встроенной На этом всем спасибо Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok